ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ электронная почта, значит, ну, все сказал, все организационное основное сказал, значит, дальше, да, нет, не все сказал, нам нужно будет определиться, наверное, почта на этот курс проводить мы не онлайн, но пока кажется, что нам этот курс нужно проводить, будет очень-очень, я, конечно, ничего против не имею, потому что все равно на 4-3 есть такой очень высокая, большая самая душа, но, позвольте, сколько курс записывается, то, если кто-то из вас, например, посещает какой-то другой трактивный курс, очень, да, это не может присутствовать, да, то проблем нет, то есть никаких формальных требований, что там на лекциях у нас какие-то контрольные, или еще что-то такое, да, ни в коем случае у нас такого нет, вот, вы можете смотреть курс в записи, значит, курс засчитывается по заданию, у нас, давайте, в принципе, расскажу про что курс, да, и тогда будет понятно, про что задание, и какого вообще типа. Я кажется, я думаю, что многие из присутствующих, они были вот на вечерней встрече в Zoom, которую я проводил, да, но они все, вряд ли все, конечно, да, вряд ли там, те, кто не будет, или успел посмотреть запись, вот, поэтому, о чем вообще дисциплина, дискретная оптимизация? А, да, давайте я вот здесь вот еще напишу название курса, да, потому что важно знать, как зовут ехо, какого цвета учебник, ну, учебника нет, поэтому дальше не надо знать, да, какого цвета учебник, и важно знать, как называется дисциплинация, она называется вот так, дискретная, вы можете, значит, пока что еще нечего смеяться, дискретная я, оптимизация я, я бы сам посмеялся с удовольствием, но почему-то стойко студенты называют многие дискретные оптимизации, я не знаю, что там мы оптимизируем, вот, как бы, какие многочисленные оптимизации мы применяем, но вообще математическая дисциплина называется дискретная оптимизация, точно так же, как линейная алгебра, не алгебры, да, точно так же, единственное числе, или теория вероятности. А, да, методы, дискретная оптимизация. Вот, может быть, методы, да, ну, это уже другое выросло, вот, а дисциплина, она едина, а я вот, кстати, в проекте сейчас хотел сказать, как раз, значит, почему есть дисциплина едина, почему я считаю, что это надо употреблять единство в числе, значит, дело в том, что мы с вами на протяжении всего курса рассматриваем разные задачки и разные методы, да, то есть это действительно на самом прошлом числе, а что же надо делать дисциплины едины, а тут вообще все это название берется, да, то есть это оптимизация. А у вас был курс по обычной оптимизации, ну, там, типа, был буквой оптимизации, да, не был, да? Вот, значит, есть такая классическая дисциплина, например, оптимизация, да, ну, классическая оптимизация. Что это такое? Ну, есть у вас какая-нибудь функция, упс, попробуем встречаться. Есть у вас функция f от x и y, ну, например, какая-то такая, с минус x от x от x от y от 7. Вот это же можно записывать. Значит, нет, есть такая задачка? Найти минимум этой функции, ну, при каких-то ограничениях, например, там, при y, меняющемся от минус 1000 до 1000, да, там, и при производных, да, x принадлежит 1. Вот, найти минимум, и от x от x. Вот стандартная задача оптимизации вообще всей математической теории оптимизации, когда какую-то функцию требуется полимонизировать или променциализировать при каких-то ограничениях на переменах. Это супер, супер просто нужная дисциплина, потому что все машинное обучение, например, это статистика плюс оптимизация. То есть мы с вами, например, машинное обучение, вот есть у нас набор точек, да, на плоскости x и y, значит, есть набор точек. И мы верим, что эти точки на самом деле примерно, но с учетом какого-то шума, значит, они не просто абсолютно рандомно расположены, а есть какая-то зависимость. Ну, приблизительная, например. y примерно равняется, там, a и с плюс b, такая линейная зависимость. И тогда мы пытаемся эти точки положить на страницу возможности, да, это называется линейная регрессия. Когда мы верим какую-то линейную зависимость между одной характеристикой, ну, например, вероятностью, там, какого-то риска заболевания, да, там, человека, диабета, да, например, от его веса, например, да, и чем выше вес, тем выше риск заболевания диабета. Ну, и, там, чем у человека больше дохода, тем, там, больше мы можем дать кредит в банке. Вот, как бы, есть такая линейная регрессия. И как решается подача машинного обучения? Реется какая-то модель, да, например, такая. И дальше мы смотрим, значит, какие отклонения у реальных значений вот тех, которые предсказала нам эта модель. То есть, ну, фактически расстояние от вот этих точек в этой прямой. И подбираем параметры нашей модели так, чтобы она наибольшим образом инвестирует в себя эти даты. А к чему это приводит? Потому что мы при каждых значениях А и В имеем какие-то потери, как говорят, отклонения наших предсказаний от реальности. Не можно представить себе такую функцию, которая называется узкий потерь. То есть она в данном случае от параметры модели. И все машинное обучение, вообще вот все машинное, совсем все, включая нейронные сети, глубокое обучение, бог знает что, да, оно базируется на том, что вам нужно провинализировать ваши потери. Вам нужно, чтобы, нам буквально нужно подобрать такие параметры, чтобы ваше отклонение желаемого, вот действительного, да, от того, что машина предсказывает, было минимальным. Поэтому вот задача минимизации вот этих функций, это, чтобы с чем машинное обучение вообще никак не справилось. И часто очень весь пафос, там, какого-то нового алгоритма машинного обучения, не только в том, что, ну, это там, круто описанный алгоритм, да, что он, как сказать, выглядит очень интуитивно и классно, и мощно. Но и в том, чтобы у него функция потери, вот эта вот, была легко оптимизируема. И если функция потери какая-то супер кривая, и ее супер плохо оптимизировать, то это плохой алгоритм. Машинного обучения. Формально абсолютно такая же задача. Это минимизация некоторой функции при некоторых ограничениях на то, что мы можем в эту функцию подставлять. Ну, а в чем же тогда отличие от классической оптимизации в дискретном? Вот классическая оптимизация, она как раз про функции, которую можно вот так вот записать. С суммами, какими-то элементарных функциями, да, там, триграметрических, полиномов, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И самое важное, что в классической оптимизации есть, это то, что переменные, как правило, в нашей функции, действительные. А когда переменная действительная, это значит, мы можем взять и рассмотреть рядом с нашим значением переменной какое-то плюс-минус-эпсилонное значение, да, или по-другому говоря, производную функции посмотреть, как она направлена. И в зависимости от того, как производная у нас ведет себя в точке, мы понимаем, что нам нужно, например, сместиться чуть левее, потому что здесь у нас мы немножко уменьшим значение нашей функции, да, а потом еще сместиться, а потом еще сместиться, пока мы не попадем в локальный минимум, да, в котором производная уже равна нулю, и из него никуда не двинешься так, чтобы вот чуть-чуть сдвинуться и чуть-чуть улучшить значение функции. Ну и неудивительно вообще, что на вот таких методах градиентного спуска базируется практически вся прикладная оптимизация, да, там разница в деталях обычно. Вот, в дискретной оптимизации вот принципиально отсутствует такая возможность. Какая, значит, какие примеры задач дискретной оптимизации я бы мог привести? Ну, любые задачи на графах почти. Задача о кратчайшем пути. А у вас же был курс алгоритмов, да, какой-то? А, ну вот, вы тогда уже кучу задач, знаете, из дискретной оптимизации. Например, задача о кратчайшем пути. Хорошо. А у вас была там задача на основном дереве? О, супер. Сейчас напомню все, да. Значит, задача о кратчайшем пути, задача о том, чтобы в заданном графе между двумя вершинами У и В выбрать самый дешевый маршрут, чтобы пройти из УВ. Задача о кратчайшем островном дереве или минимальном островном дереве, minimal spanning tree, она про то, чтобы соединить вершины графа все с графом под графом. А, связанный под графом дерево, такой наиболее экономный, который ничего лишнего не содержит. Найти такое островное дерево, которое содержит все вершины графа в себе и при этом тоже самое, имеет минимальный вес. Да, минимальный вес. Посмотрите-ка, тоже ведь можно формально сказать, что мы имеем дело с минимизацией функции. Только вот вопрос, что у этой функции является параметром. Ну, например, задача о кратчайшем пути. Мы могли бы сформулировать так. Минимизировать стоимость. Ну, функция стоимости или верха, она часто очень обозначается вот так. П, по-английски путь, где в качестве путей мы рассматриваем только пути, соединяющие две фиксированные вершины. Но я не знаю, как очень формально записать. Запишу это вот так вот. П это путь между У и В. У нас тоже есть некое множество объектов, ограниченное, да, вот как-то, что мы рассматриваем только такие объекты, только такие пути. И мы на этом множестве выбираем такой объект, на котором некоторые функции лучше всего. Ну, то есть эта функция принимает наименьшее значение. Но, как бы, понятно, что вот даже учитывая, что вы курс алгоритмов слушали, там у нас, ну, мы не говорим о производных каких-то. Там у нас абсолютно какие-то отхок такие процедуры, да, вот делай так, делай так, делай так. Но мы доказываем их корректность, естественно, да. Но для каждой задачи придумываем что-то более-менее свое и находим точное решение этой задачи. У нас там нет никакой возможности взять, например, путь в графе, да, и сказать, а возьму-ка я, эпсилон, отклонюсь от этого пути. Вот чуть-чуть, да, вот так вот немножко отклонюсь, да, потому что, ну, это нонсенс какой-то. У нас либо есть ребро, либо нет. Что значит плюс-минус там? Это ребро плюс-минус что-то. Вот. И поэтому методы, основанные на градиенте, на производной, они в дискретной оптимизации, в принципе, не то, что не работают, а они не определены, да. Вот не понятно, что такое градиент. И нам приходится придумывать какие-то свои процедуры. Очень часто эти процедуры внешне выглядят как созданные специфично под каждую задачу в отдельности. И вот как дискретная математика, у вас была дискретная математика? Да, да, да. Вот она на первый взгляд выглядит как такая не единая какая-то область, да. В ней на одном семинаре приходим, там мы рассказываем про графы. На другом семинаре, на другой семинар приходим, там у нас комбинаторика. На третий семинар приходим, там у нас киньбулевские функции. Вот, на четвертом семинаре еще что-то. Но в какой-то момент этот вот багаж начинает как-то взаимно проникать, да, и, значит, на самом деле становится единым. И если вы смотрите там исследовательские работы уже, то там постоянно берем, исследуем графы, а в них возникают булевские функции или наоборот. Исследуем булевские функции, а по сути исследуем свойства графа булева куба. Вот, в общем, короче говоря, там единство у нас возникает. Просто оно очень часто возникает на как бы уровне, который находится чуть-чуть там на шаг за, ну, за вводным курсом по дискретной математике. В дискретной оптимизации на первый взгляд тоже может показаться, что мы рассматриваем некоторые не связанные между собой задачи, да, и рассматриваем какие-то эвристики под каждую из этих задач. Но на самом деле мне кажется, что в дискретной оптимизации как раз я смогу раньше показать, что у этих вещей очень много общего. Значит, мы с вами не будем брать задачи о кратчайшем пути, задачи о минимальном островном дереве, как пример, на которых мы будем какие-то эвристики рассматривать. Почему? Потому что в этих задачах и так все понятно. У нас есть быстрые алгоритмы для их решения. Для задачи о кратчайшем пути есть дейкстра, да, какой-нибудь для задачи о минимальном островном дереве. Есть сразу несколько жадного типа алгоритмов, которые корректно работают. Там, краска, да, есть ворубка есть, прим есть. Я не знаю, вот вы какие из этих алгоритмов рассматривали? А, все. Вот нам прим понадобится особенно. Мы будем с вами рассматривать задачки, которые трудно решить. А у вас было понятие НП трудных задач? Нет? Да, НП трудных. А, вы будете? НП трудные, которые, скорее всего, не решаются за пыльным. Если П, ну да, если П, то решаются за пыльным. Ну вот, вот мы с вами скорее будем рассматривать задачки, которые трудно решать, да, которые, значит, точный ответ в которых никто не знает, как получать быстро на любых входных данных. На любых входных данных. Большая часть задач, которые мы будем с вами рассматривать, они принадлежат классу НП трудных задач. То есть, если вдруг окажется, что какую-то из этих задач научатся решать в общем виде за пыльным, даже за НП сотый там какой-нибудь, да, то тогда, скорее всего, и все остальные, не скорее всего, вернее, а все остальные задачи тоже, значит, будут разрешены за пыльным. Но поскольку к текущему моменту ни для одной из НП трудных задач никто еще не смог придумать пыльным алгоритмов, то очень многие верят, что их и не существует. Раз столько задач, и ни для одной из них в течение стольких лет никто ничего не может придумать, ну, так, это все-таки не одна гипотеза Риммана, да, изолированная, а это там с тысячи, несколько тысяч уже разных задач, и ни в одной нет подвижек. Это все-таки несколько большая уже уверенность, да, в том, что там что-то не так. Значит, так вот, НП трудные задачи, какие мы с вами будем рассматривать? Ну, например, вот задача о рюкзаке. Рюкзак. А вы для рюкзака какие алгоритмы знаете? А знаете вообще какие-нибудь? А, вы отлично, динамическое программирование. Сейчас вспомню. Вот для рюкзака вы рассматривали, скорее всего, действительно, динамическое программирование, потому что рюкзак это просто главная иллюстративная задача. Вот в обводных курсах рассматривают динамику, да, ее иллюстрировать на рюкзаке. Я напоминаю, о чем задача вообще рюкзака. Значит, эта задачка формулируется так. У нас есть набор предметов. У этих предметов известны стоимости и веса. Ну, стоимости давайте я буквами P обозначу. Prices, да, такие ценные. Цены P1, PN. Ну, какие-то положительные, действительные числа. И веса. W1 и так далее, WN. А еще у нас есть рюкзак, у которого предельно допустимая вместимость, некая W большая. И нам нужно выбрать подмножество предметов, которые мы положим в рюкзак так, чтобы его не перевесить, чтобы он не разорвался, да. Но чтобы при этом ценность этого рюкзака была наибольшей возможной. Вот, здесь фактически речь идет о выборе, ну, некоторого подмножества, да. Мы выбираем такое подмножество предметов, подмножество индексов от единицы до n. Такое, что сумма весов предметов, попавших в наш рюкзак, не превосходит максимально допустимого веса, да. И вот при всем при этом мы минимизируем... О, виноват, не минимизируем, максимизируем. Чтобы проминемизировать, достаточно ничего в рюкзак не класть, целее будет, да. А вот мы максимизируем сумму стоимости предметов, попавших в рюкзак. Но тоже видно, что эта задача оптимизационная, да. Мы максимизируем, значит, некоторую функцию, которая определена на подмножествах, множество от единицы до n. Вот с некоторыми дополнительными ограничениями вот эти вот подмножества берутся. Но вы не переживайте, мы не будем каждый раз формулировать в самом общем виде, значит, какую функцию мы максимизируем, минимизируем, вот, и на чем именно. Мы о задачах, как правило, будем говорить все-таки в их содержательной, так сказать, исходной реальности, в которой они поставлены. Вот про предметы будем говорить, про то, что мы их кладем в рюкзак, там, или не кладем, и так далее. Для этой задачки алгоритм динамического программирования состоит в том, что мы строим такую таблицу, и по одному измерению вы вот этого можете не записывать. Напомню, мы это проедем. Давай, да. Мне просто так не хотелось раньше времени стирать. Хорошо. Вот, это главное, я это пока оставлю. Значит, так вот, динамическое программирование, да, для этой задачи, это такая табличка, да, строится, в которой мы говорим, что вот здесь, вот в этой строке мы рассматриваем только подмножество из первого предмета, во второй строке мы рассматриваем только подмножество из первых двух предметов, и так далее. Пока дойдем до последней строки, нам уже разрешается рассматривать любые подмножества из всех предметов, да. И дальше, значит, мы вот здесь, по этому измерению, мы откладываем максимально допустимый вес рюкзака, и в табличке пишем в каждой клетку максимальную стоимость рюкзака, которую можно получить вот с таким ограничением на вес, и, значит, при условии, что можно использовать эти предметы. Или можно по-другому, да, можно вот здесь вот табличку организовать по стоимости, по максимальной стоимости, нет, даже, наверное, по сумме стоимости, по сумме всех стоимости, и в табличку записывать в клетке минимальный вес, который занимает рюкзак, имеющий не менее чем такую стоимость, использующий предметы вот из этого подмножества. Ну, как бы вы ни организовывали вот эту вот табличку, так или иначе, к сожалению, в этой табличке, ну, давайте я вот первый вариант с весом, да, напишу. В этой табличке одно из измерений – это вот это вот дубль V большое. А почему такой алгоритм не полиномиальный? Ну, потому что полиномиальный алгоритм, я думаю, что если у вас еще вот эта тема не развита в лекциях по другому курсу, то пока что вот про это надо сказать. Полиномиальный алгоритм, он полиномиальный по размеру своего входа, да, и давайте вспомним, как мы числа записываем. Мы же числа записываем в памяти компьютера в двоичной записи, и число W, оно будет записано в сколько битов? В логарифм двоичный от W, да? Получается, что размер входа задачи о рюкзаке – это вовсе не сумма вот этих всех чисел, например, а сумма их логарифмов. В результате само число W относительно не только своего логарифма, но даже относительно суммы всех вот этих логарифмов запросто может оказаться экспоненциальным. Поэтому задачи о рюкзаке говорят, что вот этот логарифм для нее – это алгоритм псевдополиномиальный. Псевдополиномиальный алгоритм – это такой, который имеет полиномиальную оценку не по размеру входа задачи, а по абсолютному размеру чисел, которые участвуют во входе. Ну, или можно сказать, если бы мы числа записывали не в двоичной записи, а в унарной записи. Унарная запись числа – это очень забавная запись, когда число записывается единичками, и этих единичек мы пишем столько, каково число. Вот, если бы все числа на входе записывались унарной, то тогда этот алгоритм был бы полиномиальный, да, относительно такой записи входа. Но это довольно сильное предположение. А оказывается, что вот несмотря на существование такого алгоритма, сама задача о рюкзаке-то является НП трудной. Если бы кто-то для рюкзака предложил алгоритм полноценно полиномиальный, а не просто псевдополиномиальный, то тогда много чего в жизни бы поменялось. Вот. Так вот, значит, задача о рюкзаке. Оказывается, для нее никто не знает на текущий момент полиномиальных алгоритмов, которые бы точно решали эту задачу. И мы с вами не узнаем. И мы с вами не узнаем. Вот, но мы будем что с вами делать? Ладно, об этом чуть попозже. Перед тем, как, значит, обнадеживать нас, что мы, собственно, будем знать, да, я давайте еще пару задач сформулирую. Задача о рюкзаке. Есть. Еще задача на графах. Задача комиваезжора. ТСП. Она расшифровывается как «Traveling Salesperson Problem». До определенного момента она расшифровывалась как «Traveling Salesman Problem». Но потом, как вы понимаете, решили, а почему что? А женщины не могут быть, что ли, продавцами, да, комиваезжорами? Вот. И она сейчас известна под именем «Traveling Salesperson Problem». Ну, кстати, ничего плохого в этом нет. Ну, переименовали. Главное, что осталось то же самое сокращение. Не пришлось в этом смысле все менять. Я так эту задачу и называю обычно. ТСП. Кстати говоря, в советских учебниках эта задача, ну, по крайней мере, в одном, который я читал, она фигурировала под именем «Задача о бродячем, кином, не о бродячем, задача о разъездном киномеханике». Вот в советское время в сельских, в селах, да, были клубы, сельские клубы, куда могли приезжать какие-то лекторы общества, знания, значит, могли приезжать фильмы показывать, да, там был кинопроект в клубе, можно было, из города мог приехать киномеханик, соответственно, и показать кино. Значит, широкие массы. Так вот, задача такая. У нас имеется некий районный центр, райцентр какой-нибудь, и есть села, расположенные в разных точках на карте. Задача состоит в том, чтобы разъездному киномеханику помочь в каждом селе показать по одному разу кино и вернуться к себе в райцентр. Соответственно, в терминах теории графа задача состоит в том, чтобы, значит, пройтись по одному разу через каждую вершину графа и вернуться в исходную точку. Ну, в терминах теории графов, я думаю, что вы знаете, что это называется гамильтоновым циклом. То есть задача ТСП состоит в выборе самого кратчайшего, оптимального, хорошего, дешевого гамильтонового цикла в заданном графе. Так, чего у нас еще, какие задачки на графах? Вот и задача дерева Штейнера, например, еще есть такая. Задача о дереве Штейнера. Эта задачка состоит в том, чтобы в заданном графе связать, но только не все вершины, как это происходит в минимальном островном дереве, а связать вершины только выбранного какого-то подможества. То есть в этом графе мы говорим, что нам нужно связать вот между собой, ну, например, вот эти вот пять вершин. Для нас очень важны. Между ними должны быть связи. Через промежуточные вершины, возможно. И задача состоит в том, чтобы выбрать в графе подмножество ребер, такое, чтобы эти вершины вместе, да, значит, связать. Это множество ребер может сильно-сильно отличаться от минимального островного дерева. И многие вершины могут быть вообще не попавшими вот в это дерево Штейнера. То есть дерево Штейнер – это задачка, которая решается для графа и для некоторого подмножства вершин в этом графе. Вопрос сразу к вам. Понимаете, что задача о минимальном островном дереве является частным случаем задачи о дереве Штейнера? Почему? Вот как? Да, когда множество так называемых терминальных вершин совпадает со множеством всех вершин. Ну, взвешенный, да. Вот, а понимаете, что задача о кратчайшем пути является частным случаем задачи о дереве Штейнера? Ну да, да, значит, берем две, вершины, да, вот в терминальное множество вершин, и все. Естественно, что кратчайший способ их связать, вернее, самый дешевый способ их связать – это взять кратчайший путь между ними. Вот, так что вот есть два крайних случая, которые очевидно полиномиально разрешимы у задачи дереве Штейнера. А в промежутке непонятно, как решать. Ну, опять-таки, непонятно, как точно решать это полиномиальное время. Ну, помимо вот задач на графах, не знаю, много ли мы тут еще рассмотрим, но еще вот приведу пример задачки, тоже из другой немножко оперы, которую мы в курсе рассматриваем. В силу ее простоты, но такой яркости. Задача упаковки в контейнеры, бинпэкинг. В этой задачке дан набор чисел от нуля до единицы. Все числа от нуля до единицы. Здесь вход еще веселее, чем в задачи о рюкзаке. В задаче о рюкзаке у нас хотя бы W большое какое-то, но и у нас для каждого предмета хотя бы два числа заданы. А в задаче бинпэкинг у нас просто заданное для каждого предмета одно число. Нам требуется упаковать эти предметы в минимальное число контейнеров, то есть раскидать эти предметы по группам, так, чтобы внутри каждой группы сумма всех предметов была не больше единицы. То есть задачка оптимизировать тоже, минимизировать число контейнеров, в которые можно уместить все эти грузы, так, чтобы ни один контейнер не превышался. Актуальная задача, но безусловно актуальная, да, в общем мы с вами пакуем там на складе какие-то коробки, да, значит, и вот как мы их, как мы можем минимальное число коробок использовать, упаковок, чтобы все запаковать, что нужно для отправки в одну и ту же сторону. Ну так вот, все перечисленные задачи, это не задачи, которые мы в курсе будем решать, да, и там по ходу дела возникнут еще дополнительные всякие задачки. Но это просто примеры разношерстные задач, которые в частности нам встретятся. А одну задачку я еще не упомянул, потом упомяну, значит, про покрытие. Последняя задача, которую я здесь упомяну, это задачка, которая называется задача о покрытии. Задача о покрытии. Чтобы мы просто примерно, значит, посмотрите, у меня цель на самом деле сегодня какая? Описать, какого типа задачи мы будем решать, значит, что мы про них именно будем говорить, с каких сторон мы будем их вот как-то, да, рассматривать. и тогда я смогу перейти на самом деле к тому, как закрывать этот курс. Как ни странно. Увидите, почему. Значит, последняя задачка, задача о покрытии. Задача о покрытии, ну, в общем виде, может быть сформулирована так. У нас есть, значит, у нас есть матрица, которая задает эту задачу о покрытии. и в этой матрице, эта матрица из нуля единиц, ну, или там из плюсов и минусов. И мы говорим, что строка матрицы покрывает столбец, если на их пересечении стоит единичка. Задача состоит в том, чтобы покрыть все столбцы, взяв некоторые строки, да, не все, но некоторые. То есть нам нужно взять какое-то подмножество строк, вот сказать, что мы, да, вот только эти три берем, так, чтобы в каждом столбце обязательно нашлась единичка на пересечении с хотя бы одной из строк выбранного множества, да, вот все столбцы нам нужно с вами покрыть. На пересечении столбца, столбца и строки стоит единица, тогда и только тогда, когда мы условно говорим, что строка покрывает столбец. Нам нужно выбрать только некоторые строки в матрице, как можно меньше их, чтобы покрыть все столбцы. Пример. Ну, например, мы с вами проводим рекламную кампанию, и нам нужно охватить некоторую аудиторию. И вот отдельные личности нашей аудитории это вот эти вот столбцы матрицы. Вася, Петя, там, Коля, да, и так далее. И у нас есть некоторые средства, чтобы им показать рекламу. Ну, например, инфлюенсеры в инстаграме, да. Значит, и мы понимаем, что у каждого инфлюенсера есть своя аудитория. Например, у вот этого инфлюенсера, не знаю, кто там инфлюенсеры, вот, значит, есть... Миша Литвинов. Не знаю, кто это такой, но вот Миша Литвинов, пускай бы. Значит, и... Значит, у них есть соответствующие подписчики. И мы понимаем, что если мы закажем инфлюенсеру рекламу, там, какой-то промоушен, да, то вот эти подписчики, это под множество подписчиков, узнают об этом продукте. Соответственно, у каждого инфлюенсера есть свои запросы, да, на то, сколько он или она хочет за вот это продвижение. И мы хотим, минимизируя свой рекламный бюджет, сделать так, чтобы покрыть всю аудиторию. Ну, это, естественно, пример такой, то есть, условный, потому что вряд ли нам кто-то даст доступ к полной базе того, там, кто у кого подписчик в инстаграме, да, но почему нет? То есть, я вполне верю, что сама социальная сеть внутри себя для алгоритмов планирования рекламы она может решать какую-то такую задачу. или более такая задача на меньших масштабах, например, по столбцам у вас какие-нибудь компетенции, которые требуются для выполнения какого-то проекта, а по строчкам у вас люди, которые обладают разными компетенциями, вам нужно набрать команду, которая бы способна была выполнить этот проект. Или по столбцам у вас вычислительные задачи, а по строчкам у вас какие-то возможные ресурсы, которые, да, нам необходимы для решения этих задач, или там процессоры, на которых могут выполняться эти задачи. Вам нужно выбрать минимальное число вычислителей для того, чтобы все эти задачи рано или поздно обсчитать. Да, ну, условно, да, там, оборудование и задачи, да, не обязательно компьютеры. Вот. Значит, это задача о покрытии, о том, как покрыть ваши необходимости наименьшим количеством ресурсов. Да, затратив наименьшее количество строчек матрицы. Вот. Вот. Такой задача о покрытии. Вообще, заметьте, что в дискретной оптимизации вот мы уже видим два таких очень важных класса задач. Задача упаковки и задача покрытия. Вот. задача о, ну, помимо задачи об упаковке в контейнеры, задача об упаковке апельсинов в ящик, да, вот, как бы напихать побольше в ограниченный объем. Это задача об упаковке. А задача о покрытии, это, например, задача о том, как комнаты подкрыть круглыми. Вот. Здесь, значит, нам можно, чтобы ковры перекрывались. То есть нам важно, чтобы просто каждая точка комнаты была у нас покрыта. Вот такая иллюстрация, очень общая интуитивная задача покрытия, любой, да, в этой иллюстрации задачи об упаковке. Вот рюкзак, это что за задача в таких терминах? Об упаковке, да, мы напихиваем в рюкзак, не превосходя его максимально допустимого веса, да. Задача о, значит, дереве Штейнера. В каком-то смысле задача о покрытии, потому что нам надо покрыть деревом вот некоторые вершины, терминальные. Нам нужно обеспечить эти вершины, а остальные как получится. Задача бинпэкинг, задача об упаковке, очевидно, в контейнеры, так и называется. Да, а это покрытие. Вот, так что, вот, ТСП, а вот ТСП непонятно, очень структурно сильное ограничение, что у нас должен быть именно гамильтонов цикл, да, то есть это, вот как бы с одной стороны это задача о покрытии, потому что это цикл, покрывающий все вершины графа, а с другой стороны это задача об упаковке, потому что из каждой вершины в цикле торчит не больше двух, ну, не больше и не меньше двух ребер. То есть это такая задача на стыке и покрытии, и упаковке, очень сильно структурно ограниченная. И, кстати говоря, может быть, отчасти поэтому задача ТСП, хотя она такая, ну вот, кажется, что у нее непосредственных применений может быть поменьше, чем вот общая задача о покрытии какой-нибудь. Но она является самой, пожалуй, популярной иллюстративной задачей для того, чтобы обсуждать евристики решения общих задач дискретной оптимизации. Ну и она исторически тоже довольно древняя, вот поэтому она так сложилась, что стоит на перепутье много чего, и мы ее часто будем к ней возвращаться как к иллюстративной, такой хорошей задачи. Так вот, все перечисленные задачи, они, даже если они сами по себе вот может быть еще не очевидно, что они прям важны, но я думаю, что без труда вы увидите какие-то элементы этих задач в очень многих жизненных постановках, которые, ну реально, кажется, что вот надо уметь решать на практике. И так и есть. Никто на практике не сталкивается вот конкретно с задачей, ну, каме-выезжор, например, или конкретно с задачей бин-пэкинг, а вот с сочетанием этих требований там, да, сталкиваются и евристики при этом нормально комбинируются, которые мы с вами будем рассматривать для этих задач. Так что это абсолютно практическая тема. Значит, мы с вами, поскольку эти задачи n-по трудные, не можем рассчитывать на то, что вот мы сейчас с вами разберем на лекциях быстрый алгоритм точного решения каждой из этих задач. Конечно, нет. Вот мы с вами будем к этим задачам подходить с разных сторон. Чем-то придется жертвовать. Да, вот чего у нас там нету? Нету полиномиального точного алгоритма решения задачи в общем случае. У нас есть требования полиномиальность, точность и способность решать задачу для любых входных данных. Но, если одновременно невозможно удовлетворить этим трем требованиям, ну или, скорее всего, невозможно, то, значит, каким-то хотя бы одним из них надо будет пожертвовать. И, соответственно, у нас возникает в курсе три таких тематики. Первая тематика это тематика неточного решения задачи. Когда мы говорим, мы с вами эту задачу будем решать на любых входных данных, мы ее будем решать быстро, но неточное решение получать. Будем получать решение с какой-то пограничностью. И тогда мы с вами переходим к тематику approximation logarithms. Здесь есть вполне свои теоремы. То есть здесь есть, конечно, евристики. Есть теоремы, которые доказывают, действительно, что определенная евристика позволяет вам решить задачку, ну, скажем, упаковать рюкзак. Так, чтобы стоимость этого рюкзака была не меньше половины от самой большой оптимальной стоимости. Ну, не бог видит, что так может показаться, да, половина. Но это же не значит, что ангристика всегда работает так же плохо, как худший случай, который рассматривается в доказательстве. Это, знаете, как вот, когда мы доказываем сложность алгоритма, да, в курсе алгоритмов. Мы доказываем чаще всего, опираясь на худший случай. Максимальное число операций, которые может там у нас случиться. Но на практике же чаще всего бывает получше, да. Вот. И то же самое надо иметь в виду, когда мы про аппроксимационные алгоритмы говорим. Мы будем получать некие оценки качества, гарантированные, но алгоритмы на практике будут работать, как правило, гораздо лучше, чем вот эти вот оценки, да, теоретические. Значит, второй вариант, чем мы можем пожертвовать. мы можем способности решать задачи в общем случае. То есть, мы можем как-то пытаться рассматривать сужение задач, да, например, решать задачу, ну, скажем, об покрытии не для всех возможных матриц, а для матриц, там, с какими-то дополнительными свойствами. Что-то дополнительно требовать про задачу, да. здесь можно сказать, что мы рассматриваем, ну, релаксации задачи, хотя это не совсем, не совсем то, наверное, ну, в общем, изменение задачи. Давайте я так напишу, изменение задачи. Небольшое изменение задачи. Или сужение задачи, да, например, на только какие-то входные данные со специальными ограничениями. Но на самом деле иногда мы будем делать и то, и то. Например, вот есть общие задачи камевые жоры. Задачи камевые жоры это задача для произвольного графа. Но есть очень важный частный случай с задачами камевые жоры, практически важный, называющийся метрической задачи камевые жоры, когда граф удовлетворяет неравенство треугольника. Веса на ребрах графа дает неравенство треугольника. То есть пройти напрямую из пункта А в пункт С не дороже, чем пройти через любой фиксированный пункт. Ну, это очень часто естественное вполне такое свойство графа стоимости. Вот. И вот для таких графов тоже можно рассматривать аппроксимационный алгоритм. На самом деле для задачи ТСП аппроксимационные алгоритмы известны только для метрического случая. Но можно еще сильнее сократить и рассмотреть, например, евклидовый граф. Это графы, у которых вершины это точки прямо на плоскости, а ребра это отрезки между точками. Соответственно, вес ребра это просто евклидовое расстояние между двумя точками. Задача тоже, в принципе, практическая, потому что очень часто можно приблизить реальные какие-то графы евклидовым случаям. Ну да ладно, не топками выезжоры будем решать. Третий вариант задачи это пожертвовать полиномиальностью. То есть рассмотреть алгоритмы, которые вообще не претендуют на то, чтобы в общем случае быть полиномиальными. А с чего бы это? Мы будем скорее говорить о том, что, как правило, эти алгоритмы будут достаточно быстрыми. То есть ничего не будем говорить про формальную оценку времени работы. Но тем не менее это не значит, что мы не будем пытаться всеми наступными нам силами сократить время работы алгоритма на практике. Будем, конечно. Но условно можно назвать вот этот пункт переборными алгоритмами. такими алгоритмами исчерпывающего поиска. Алгоритмами исчерпывающего поиска. Все по-английски, кроме второго пункта. Не знаю я, как его нормально сейчас пока сформулировать, но можно было бы назвать релаксацией. Мы будем этим заниматься. мы с вами вот казалось бы сейчас пока имеем полную такую разношерстность. У нас есть несколько разных задач, много задач. У нас есть много разных вот здесь вот подходов. А знаете, что забавно, что есть какие-то очень общие темы, которые объединяют и несколько задач сразу, и несколько подходов. например, оказывает, то что оказывается, сейчас вот давайте представим себе один из возможных подходов к хорошей организации исчерпывающего перебора. Вот есть задача о рюкзаке. Как организовать в ней полный перебор? Ну, очевидно. Давайте рассмотрим два случая. Класть первый предмет в рюкзак или не класть первый предмет в рюкзак. Самое интересное в переборе это то, как вы организуете так называемое отсечение. То есть, как вы прогнозируете, какой именно из двух вариантов выбора, какой окажется более победоносным, более плодотворным. И если вы грамотно организовали оценку качества решения в каждом из этих двух случаев, то ваш исчерпывающий перебор оказывается не таким уж страшным. Ну, представьте, что у вас есть вот все множество рюкзаков, да, все-все-все, в которых там всевозможные предметы набраны, главное, чтобы переверкание было. Вот это все пространство решения. Вы где-то здесь, в этом стоге пытаетесь туда в оптимальный рюкзак. Вы говорите, давайте начнем в ситуацию. Первый предмет, не берем первый предмет. Но это соответствует тому, что вы как бы делите эту область виртуально на две части и говорите, либо идем сюда, либо идем сюда. Вы представьте, что вы каким-то образом, евристически пускай, научились оценивать стоимость рюкзака при условии, что вы в него положили первый предмет. Например, вы говорите, ну, если первый предмет у меня очень тяжелый, если я положу первый предмет в рюкзак, то там сразу останется всего чуть-чуть веса, да, на остальные предметы, и много я уже не наберу. Окей, вы можете получить какую-то верхнюю оценку на стоимость рюкзака вот в этом случае. А здесь, допустим, вы можете пока что не тыкаясь в оптимальный какой-то рюкзак, да, допустим, вы какую-то евристику знаете, как получить не самый плохой рюкзак. Чисто евристическое какое-то решение, да, этой задачи. И вы говорите, вот если я возьму вот такой вот рюкзак, ну, например, здесь у нас верхняя оценка, пускай на стоимость рюкзака получилось там не больше, чем 100 рублей, а здесь вы говорите, вот у этого рюкзака, у него как-то есть еще где-то по-настоящему оптимальный рюкзак, у которого стоимость еще выше. Но очевидно, что если вам известна вот такая информация, то вы можете всю вот эту вот половину вашей области поиска, да, пространства решений, как ни назови, отбросить и дальше в нее уже никогда не заходить. Вот, и в исчерпывающем порту очень важно уметь качественно оценивать сверху и снизу стоимость ваших оптимальных решений. И знайте, что для того, чтобы снизу оценить, например, стоимость рюкзака оптимального, достаточно иметь просто некоторые хорошие вылистики для того, чтобы набирать рюкзак. То есть нам помогают приближенные алгоритмы, евристические алгоритмы, не только приблизительно решать задачу, но вот это приближенное решение задачи мы можем использовать в качестве оценок при организации исчерпывающего поиска. И вот эта штука помогает вот здесь, да. Да, евристика — это некий алгоритм, который не претендует на точное и быстрое одновременно решение задачи. То есть мы, в общем, про какие-то евристики мы можем доказывать, что они работают неплохо, про какие-то евристики мы вообще ничего не доказываем, просто говорим, на практике они работают неплохо. Вот. Ну и евристики, как правило, они основаны на какой-то, знаете, естественной такой интуитивной идее. Например, жадная евристика, да. Вот можно сказать, что алгоритмы крафта оптимоборовки, они все основаны на вот жадном подходе. Идея такая в голове. Вот жадно, давайте выбирать дерево. Алгоритмы крафта оптимоборовки, которые мы с вами будем рассматривать в нашем курсе, в целом трудности задач просто мы не можем доказать, что они всегда быстро и точно работают. Да, но вот работают с какой-то погрешностью, например, как мы вот в этой теме доказываем. Так вот, получается, что идеи из первого пункта помогают нам организовать хорошо третий пункт. С другой стороны, а вот изменение задачи, значит, давайте представим, что мы умеем не очень хорошо, например, оценивать по какой-то причине стоимость рюкзака, в котором лежат предметы не больше, чем там суммарно 50 килограмм, но почему-то умеем оценивать стоимость рюкзака, который по весу не больше 60 килограмм. Ну и что? Мы все равно можем использовать одно для оценки другого, вот так или иначе. И изменение задачи, оформление некоторых условий задачи может нам помочь получить, опять-таки, какую-то оценку на максимальную стоимость рюкзака, например. На самом деле, и вот этот вот пункт, он тоже помогает нам в третьем пункте. Вот, не говоря уже о том, что вот эти два пункта тоже связаны, мы с вами посмотрим. Вот мы будем с вами со следующего раза уже рассматривать тему релаксации, линейной релаксации. И это такой общий принцип, который позволяет много разных задач очень неплохо решать. Какие-то доказуемо хорошо, какие-то правы. И вот увидите уже, что есть на самом деле здесь общие методы. Так что, директная оптимизация – это такая единая все-таки дисциплина. Проходишь чего-то в этой теме, а потом оказывается, что оно где-то пригождается еще, и причем много где. Проходишь какую-то интересную такую особенность задачи ТСП, например, да, что в задаче ТСП помогают минимально островные деревья. Так они, оказывается, в дереве Штейнеры помогают. Оказывается, паросочетание, например. А знаете, что такое паросочетание? Отлично. Да, набор ребер-графа без общих концов. Оказывается, паросочетание встречается в задаче о вершинном покрытии, встречается даже вот здесь. Казалось бы, бин-пэкинг – это вообще упаковка контента, причем там паросочетание. Да, и встречается еще и вот здесь. Но только в рюкзаке разве что не встречается паросочетание. Короче говоря, есть какие-то неожиданные совершенно и пересечения, и общие, так сказать, корни у перечисленных задач. И действительно, я надеюсь, что это как-то в голове, к концу курса сложится в достаточно интересную такую общую картину, как это все переплетается. Ну и, наверное, можно четвертым пунктом здесь, значит, четвертым пунктом хотелось бы мне показать, что поиск и какие-то настройки. Это самый хорошо масштабируемый вариант решения задач, сложных задач дискретной оптимизации, про которые мы отдельно поговорим. Я сейчас не буду тратить время на это, но по ходу курса разберемся. Теперь, как наш курс можно сдавать, да, и вот про курсеру я тоже сейчас скажу про все, значит, получается, видите, у нас много задач, много подходов. Вот курс на курсе, который построен по той же абсолютно схеме, в этом курсе рассматривается несколько классических задач, трудных задач дискретной оптимизации. И по ходу курса рассматриваются разные подходы общие, в принципе, каждый из подходов можно применить к каждой из задач. Вот такая сетка забавная возникает, да, по одной, так сказать, по одному измерению у нас подходы здесь, да, подходы. Ну, то есть какие-то евристики, опять-таки, вот привыкаем к слову евристика, употребленному через каждые пять слов, да, вот. А здесь у нас задачи, а вот задачи, да, вот разные подходы. И внутри каждой из этих групп свои подходы тоже есть, да. Вот у нас такая сетка, вот мы по ходу курса явно разбираем вот некоторые узлы этой сетки, да, применение там каких-то подходов внутри каких-то задач дискретной оптимизации, да. Ну и вот хочется надеяться, что в вашей голове вот эта вот сетка равномерно образует такую равномерную нейронную сетку в вашей голове, вот, так что вы сможете более-менее взять любую задачу, встретившуюся вам дискретной оптимизации, и попытаться понять, как в ней бы мог выглядеть вот тот или иной подход общий. Вот та же самая идеология курса, она используется Паскалем Ван Гентериком в курсе на курсе, который так называется, дискретная оптимизация, дискрет оптимизация. Значит, этот курс такой тяжелый на программирование, там все, что вам нужно будет делать, это реализовывать программы, писать программы, которые решают трудные задачи дискретной оптимизации. Вот, то есть наш курс, он, в общем-то, такой же. В нашем курсе для того, чтобы сдать курс, нужно будет писать программы, которые, вот, собственно, применяют эти ливистики. Дело в том, что, ну, вот, с моей точки зрения, говорить на том, ну, как бы, на том объеме и в том полноте, что мы это делаем, на теоретическом уровне довольно бесполково. Ну, просто гораздо приятнее взять, заходит действительно какую-то вещь и увидеть, что классно она работает. Вот до этого, до того, как мы это заходили, мы не могли получить там решение, да, вот такое классное, а теперь мы получаем в два раза класснее решение, чем было. В два раза более крутой рюкзак, например. Или там путь к мевый и жора в два раза более короткий, чем до этого. И это, ну, не знаю, мне кажется, что это довольно прикольное ощущение такое. Вообще, в дискретной оптимизации такая, ну, идеология, она отличается от заданий курса алгоритмов. Вот большинства. Вот в курсе алгоритмов чаще всего задания какие? Закодируйте алгоритм Дейкстра и пройди так, чтобы он прошел все 20 тестов. Вот один тест не проходит, ну, плохо, да, вот все проходит, значит, он корректно написан. Дискретная оптимизация, вот она ближе к жизни. В жизни нет, как правило, черного и белого, да. У нас есть какое-то приближение к идеалу, последовательный прогресс такой поступательный. И то же самое вот Гентенрик реализует в своем курсе. Вы узнаете по ходу курса разные эвристики и применяете их все к новым, к новым задачам. И к старым задачам, к которым вы уже чего-то написали, добавляете вновь узнанные эвристики и улучшаете постепенно свой результат. Кстати говоря, в курсе Гентенрика я, например, сам максимальный балл не набрал. Вот, но я, как бы, это пытался сделать единожды, но, как бы, вот просто курс не самый простой, который может быть. Но это ничего страшного, потому что если я не набрал максимальный балл, то я не думаю, что это что-то говорит о физтехах. Вот, мы вполне, возможно, вы можете набрать. И это первый курс. Его, если вы сдаете, то можно получить зачет по нашему курсу без проблем. Просто в конце семестра вы пишите, что я сдал или сдала курс на курсере, и мы с вами беседуем по результатам сдачи. Оценка, которую вы получили там, она переносится просто в наш курс. В случае, если вы защищаете, как бы, свой курс. Вот, я здесь не могу сказать. Понимаете, я вот не следил давно за коммерческими подвижками курсеры, что они там закрывают, делают там paywall, да, что не закрывают. Я так понимаю, что вы можете просмотреть все равно без проблем видеоматериалы и скачать хотя бы датасеты, на которых вам надо решать. А? А, только сертификат. То есть вы можете, в принципе, отправить на проверку задание там в любом случае, да? Вот, ну отлично, да, значит проблем нет. Но сертификат не надо мне показывать, то есть мне надо будет показать просто ваш дашборд, как у вас выглядит вот ваш вид курсера по итогам сдачи Гентенрика. Значит, это первое. Какой там склад, приклад? Один к одному. Там пять или шесть заданий, по-моему, и каждое задание оценивается в пределах 10 баллов. Берем, берем среднее, и это оценка за наш курс. Второе. Второй курс на курсерик могу рекомендовать. Если вас интересует вот эта тематика, конкретно approximation algorithms, то тогда можно сдавать курс Claire Matthew, вот я про него тоже говорю. Telegram я продублирую, я поэтому сейчас не пишу на доске название этих курсов, все равно все будет. Вот, курс называет approximation algorithms, вы можете погуглить на курсере. Вот это, кстати, используйте внутренний поиск курсера, чтобы искать курсы. Правильно говорить, погуглить. Я вот не знаю. Вот, но он там легко найдется. Это курс в двух частях. Чтобы закрыть этим курсом наш курс, надо сдать обе части. Вот, и надо будет мне как бы сдать, ну, такой мини-устный экзамен, чтобы продемонстрировать, что вы действительно весь материал понимаете. В целом, мы не только там квизы закрыли, вот, друг за другом. Курс не сказать, что сильно простой, но у него есть важный плюс для некоторых из вас. Он чисто теоретический. Там нет ни одного задания на кодирование, насколько мне известно. Вот, поэтому, если вы такой теоретический гик такой, вот, в хорошем смысле, то я вам очень советую взять курс Клэр-Матьё, точнее, делом Клэр-Матьё из двух частей. Значит, и, наконец-то... У кого? У Матьё? Можно. У Ген Пенлика? Ну, тоже, в принципе, можно, да. А? В общий чат курса лучше, да. То есть, это совершенно непререкаемое правило. Чтобы я реально вам ответил, лучше задавать вопрос в общий чат курс. Вот, если это не что-то супер-супер личное, не знаю, там, не дай бог, там, по семейным предприятиям у вас что-то такое происходит, вы не можете там что-то вовремя сдать. Да, ну, это, да, это в личку надо писать. Но, вообще говоря, все остальное мы пишем в общий чат. Так, вот это для теоретиков. И на курсире есть еще один курс, точнее, да. А? Оценка по второму курсу ставится, в общем-то, точно так же. Вы получаете такую оценку, и мы ее перепроставляем. А? Вы не видели курс, а, вы не видели этот курс. Вы поймите всю теорию, и тогда мы с Богом... Вот, только в обеих частях. Первая часть, она такая, более-менее, еще безобидная, вот, но надо сдать две части. Я обращаю ваше внимание, да, две части надо сдать. Вот, значит, и, наконец, третья вещь, это татьяка, которая очень полезная. у нас все равно очень полезная. Это культурные спраки, которые называются... Это трилоги Basic Modeling for Discute Optimization, Advanced Modeling for Discute Optimization и Stolting for Discute Optimization. Вот, то есть, это для тех, кто хочет, скорее, вот сюда. Исчерпал поиск, причем делать это так, чтобы за вас чуть-чуть потише, чтобы за вас это делали другие программы. На самом деле, забавная вещь. Существуют программы, которые называются соловеры, которые могут решать задачи. Но для того, чтобы эти задачи программы за вас решили, вы должны эти задачи хорошо описать. Вот в компиляторах, ну, вот как, в обычном программировании у нас есть компиляторы. И мы пишем программу на Серв, допустим, даем ее компилятору, и он транслирует ее в компьютер. Да, вот какие команды выполнять, в какой последовательности, чтобы решить задачу. Нам самим приходится думать, какие команды в какой последовательности делать, да. А вот есть такая дигма программирования, которая называется программирование в ограничениях, constraint programming. Там мы описываем не то, что нужно делать, чтобы решать задачу, а то, что мы вообще считаем решением задачи. И если мы это грамотно, четко и качественно описали, то некая программа специальная, называемая Solver, может за нас эту задачу довольно неплохо решить. Часто лучше, чем мы смогли бы ее заходить. Вот, вот для того, чтобы понять, как это делается, я очень советую трилогию Питера Спаки, кого-то еще, какого-то другого профессора, не помню, к сожалению, по этой, скорее, тематике. Я с удовольствием бы прочитал курс, целиком посвященный программированию в ограничениях, потому что оно мне очень нравится. Вот, но я этот курс считаю для англоязычных студентов. Если кому интересно, могу вас добавить в чат, в телеграмме. Вот, фотка, которая вроде про то, как закрывать. Нет, слушайте, еще не сказал. Сказал еще последнее. В нашем курсе, значит, оценка целиком определяется шестью, или там, пятью-шестью заданиями, которые вы по ходу курса получите. В некоторых из этих заданий надо будет применить конкретно евристику. Прямо будет сказано, там, не знаю, напишите полный перебор, там, best first search, какой-нибудь задача о рюкзаке, или еще что-нибудь, да. Вот, в некоторых заданиях будет в сочности, как в курсе Гентенрика. То есть будет данный бата-сет, и не будет ничего больше. Вот, какие хотите еврестики, такие применяйте, да, вот, чтобы было решение. Ну, как-то с зелёнышкой, короче, мы будем поступить, вот, делай, что хочешь, чтобы было честно. Вот, но зато это позволяет вам никак себя не ограничивать. Можете статьи, например, какие-то, что делают многие студенты, на самом деле, интересующиеся, ищут статьи по лучшим алгоритмам для решения этих задач, там, как-то кодят, совмещают это все. Вообще, очень крутые вещи делают. Это как еще один вариант. Нет, это и есть способ закрыть наш класс. Похоже на Гентенрика. У Гентенрика тоже оценка по заданиям. У нас оценка по заданиям. Ну, конечно, вы можете сдать либо Гентенрика и защитить свою оценку, как бы, да, либо сдать вот обычный курс официальный, официальным способом. Но Гентенрика тоже официальность. А? Сейчас, ребята, тише, подождите, вопрос, иначе не слышно. Да, 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 это как домашнее задание. Ну, вот, помимо того, сейчас, секундочку. Помимо того, что мы сдаем вот эти вот шесть заданий... Тихо, тихо, товарищи, я иначе не слышу. Не слышу. Значит, помимо того, что мы сдаем шесть заданий, в конце курса есть теоретический тест. Теоретический тест. Но он максимально стресс-фри такой. То есть он проходит там в 3 или 4 попытки, он начинается до зачетной недели еще. И этот тест не влияет на оценку. Просто чтобы оценку проставить, надо этот тест сдать на положительный балл. Все. То есть единственный смысл этого теста, просто чтобы вы, ну, как-то общую какую-то канву понимали, да, все-таки тоже теоретический фреймворк, там какую-то основную терминологию курса понимали, да. Вот, значит, в какой-то момент весьма скоро, может быть, сегодня в Телеграм-группе, внимание, все, если кто еще не знает, да, обязательно получите доступ к Телеграм-каналу. Это прям жизненно необходимо. Если есть коллеги ваши, которые сегодня не пришли сюда, обязательно перешлите им ссылку, не знаю, добавьте их сами в эту группу в Телеграм. Вот, пусть отвечает, главное, чтобы точно никто не пролетел. Вот прям будет толком и форму. В эту форму вы забьете свои какие-то, ну, стандартные координаты. А кроме того, я сам себя не слышу. А коллег, вам коллеги скинут, ребята, вы самоорганизуетесь как-нибудь, да, и я думаю, что без проблем. Вот. Так вот, друзья, там же будет... Это форма, потому что мы рады закончить и раньше, потому что там же я хочу вопроса социапросового типа. Типа какие темы вам знакомы. Кто-то сегодня про вас понял, например, что вы знаете, отбаленно еще такой, по-трудной задачи, но отбаленно. Вы там многие писали рюкзак, может быть, все, но знаю, что многие про это забыли. Кто-то не писал. Супер. Вот, ну, в общем, кажется, вот это знание, которое будет очень полезно, чтобы сорганизовать этот курс, максимально полезно, да? Ну, что-то будет, конечно, общая, но полная, полная высота, но многое будет общая, на самом деле. У нас время подошло, народ, как-то не повлияло. Всё. ён wokeál의... Вс義. Всё. 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 Всё.